Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов с рабочей поездкой прибыл в Нижний Новгород. Первой точкой его визита становится расположение отрядов СОБРа и ОМОНа. Уже длительное время ведомственный спецназ нашего региона – это элита правоохранительных структур по всей России, которая не раз на деле доказывала свой профессионализм. Глава Росгвардии посещает тренировку личного состава по смешанным единоборствам и вручает государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам. Далее Виктор Золотов вместе с главой региона Глебом Никитиным возлагает цветы к монументу погибшим на службе бойцам. Руководство Росгвардии предлагает максимум усилий для создания достойных условий прохождения службы. Открытие нового здания в канун 65-летнего юбилея отдела вневедомственной охраны по Канавинскому району позволит создать именно такие, заявил Золотов. Уникальная система видеонаблюдения в 50 камер используется в регионе впервые. Гаражные боксы на 25 машин и мест, комнаты отдыха, спортивные и тренажерные залы – все расположено в одном здании, предназначено для 150 бойцов. Сегодня объект был торжественно открыт. Сотрудники вневедомственной охраны Нижегородской области будут обеспечивать безопасность во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе и на стадионе. Глеб Никитин и Виктор Золотов едут на арену Нижний Новгород. Обеспечение правопорядка на матчах чемпионата – приоритетная задача как для правительства области, так и для руководства Росгвардии. Непосредственно здесь же находятся основные города-организаторы футбольного чемпионата. Это и сам Нижний Новгород, это и Казань, Самара, Саранск. И, естественно, поэтому я хочу сказать, мы придаем очень важное значение проведения этого чемпионата, естественно, обеспечению правопорядка. Роль правительства – обеспечить комфортные условия работы, комфортное, в том числе, расселение приданных сил всех правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, обеспечить соответствующую координацию. За 9 месяцев текущего года сотрудники СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по Нижегородской области провели около 500 спецопераций и задержали почти 200 подозреваемых в совершении преступлений. Так что отдыхать некогда и сейчас, а в июне-июле 2018-го бойцы будут отвечать за безопасность не только нижегородцев, но и всех прибывших гостей, спортсменов и болельщиков. Тимур Хакимов, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.